здрасте дорогие друзья я приветствую вас и сегодня у нас гостях замечательный человек человек которого вы знаете и любите это политик журналист социолог медиакритик игорь александрович якоренко добрый день игорь александр здравствуйте игорь александр мы с вами беседуем печальную трагическую дату это полгода начала войны в украине вот как вы считаете можно уже сейчас на сегодняшний день подвести какие-то промежуточные итоги да безусловно собственно говоря то что происходит было ясно с самого начала войны 24 февраля было ясно что эту войну путин проиграет ясно было что те планы которые он строит они не будут реализованы ни при каких обстоятельствах ясно было что его задача заключается в том чтобы уничтожить украину уничтожить это государство уничтожить этот народ ну там я не знаю поставить свою марионетку или включить просто украину состав россии ну и на этом не успокоиться дальше продолжить агрессию сегодня через полгода стало очевидно что результаты не просто не достигнуты а полученные результаты прямо противоположны тем целям которые он перед собой ставил ну давайте просто рассмотрим была поставлена задача деноцифицировать украину под этим безусловно понималось значит что украина будет лишена своей национальной идентичности потому что никакого никакой нацификации украины не было было просто обретение украинским народом превращение украинского народа в политическую нацию значит на сегодняшний момент идет прямо противоположный процесс дерусификации и десоветизации украины то есть нация сплачивается и даже те люди которые являются этническими русскими говорят на русском языке они сейчас сплотились вокруг своего руководства они воюют и не хуже тех кто этнических украинцев этнические русские воюют за свою страну за украину сейчас карты украины с каждого городов стираются все названия уничтожаются все памятники которые как-то связывают напоминают украинцам о россии о ее существование в рамках советского союза в россии и так далее причем этот процесс интенсивно сейчас идет не только в украине но и в других странах которые были в составе советского союза вот прямо сейчас уничтожается в риге памятник освободителя советским солдатам которые так сказать воевали во второй мировой войне мэр риги очень подробно и как мне кажется популярно объяснил причины такого действия причины очень простые дело в том что латыши эстонцы литовцы не считают советский советские войска освободителями они говорят очень простые вещи вот когда там западные союзники соединенные штаты прежде всего освободили западную европу они помогли ее восстановить они создали там помогли создать сильные процветающие национальные государства и мы видим что это действительно свободные сильные процветающие национальные государства это франция это фрг это там швейцария бельгия и так далее голландия то есть на самом деле это действительно было освобождение что же касается того что происходило со странами балтии например то это было не освобождение а это было была оккупация значит потому что советские войска вошли кстати вошли тогда когда там не было немцев и соответственно так сказать загнали всю интеллигенцию всех творческих людей в сибирь установили свои порядки отняли имущество то есть это памятник оккупантам они так считают они сейчас уничтожают все то есть на самом деле идет прямо противоположный процесс была поставлена задача демилитаризации результат прямо противоположным украина сейчас обладает но видимо одной из самых а скорее всего все таки самой боеспособной армии в европе потому что она получает большом количестве западное вооружение натовское и на сегодняшний момент она приобрет приобрела опыт современной войны вот наша эта война которая сейчас идет на территории украины она не имеет никаких аналогов она действительно вот война 21 века с а со своими особенностями с особенностями введения боевых действий там очень много неожиданностей для военных экспертов появилась то есть это одна из самых боеспособных точно армии европы то есть происходит прямо противоположный процесс хотели демилитаризацию на самом деле получили серьезные боеспособные украинскую армии которые с каждым днем становится все сильнее ну была еще одна задача защитить люди народ донбасса в результате мы видим что происходит с народом донбасса и в самом донецке который значит поскольку там находится вооруженные силы то он является легитимным объектом для уничтожения и что мариуполь это тоже донецкая область вот что произошло в мариуполе это тоже известно очень хорошо защитили и огромное количество разрушенных уничтоженных городов и сел то есть на самом деле достигаются прямо противоположные результаты значит была была одна из целей которые еще до этого путина ставилась это чтобы нато как он утверждает собрала монатки и убралось на границу 1997 года на самом деле происходит прямо противоположное нато расширяется финляндия и швеция собираются вступать уже фактически наполовину вступили на то есть происходит прямо противоположные вещи мы безусловно мы видим те процессы которые сегодня происходит вот за эти полгода войны то что происходит с россией то что происходит с украиной россия на самом деле но нельзя назвать мировым изгоем потому что есть страны с которыми она продолжает сотрудничать там такие крупные держава как эритрея например к ндр значит сирия ну собственно не сирия конечно асад персонально вот ну и так далее с ираном сотрудничать то есть на самом деле полной изоляции конечно нет но в любом случае по отношению к цивилизованному миру это изоляция украина же превратилась на самом деле ну в такое знамя свободного мира и отношение к украине это ну я бы сказал сейчас на западе это пиетет полнейший потому что вот ну например такой яркий пример когда на сайте совет безопасности он был насколько я понимаю позавчера заседание и зеленский должен был выступать дистанционно онлайн в регламенте совета безопасности вообще в регламенте он такой практики нет и советская делегация потребовала чтобы зеленскому не давали возможность выйти вы выступить в режиме видеоконференции совет безопасности проголосовал ему зеленскому дали то есть для него сделали исключение я не знаю не не смотрел детальную историю по моему это первый случай когда человеку разрешили главе государства разрешили выступать дистанционно то есть на самом деле украина сейчас в значительной степени становится таким знаменем свободного мира и безусловно ее международный авторитет растет авторитет путина авторитет путинской россии на самом деле это все все вся эта территория моя страна россия превращается в крайне токсичный субъект мировой политики и экономики тоже то есть на самом деле вот происходит такое размежевание я вообще не знаю в истории по крайней мере двадцатого века ну и 21 естественно я не знаю ни одной войны которая бы столь жестко я имею ввиду после второй мировой где бы так жестко было много войн с которыми сравниваются вот эта война там афганская война корейская война вьетнамская война значит иран и иракская война очень многие сравнивают вот с этими войнами так вот я не знаю ни одной из этих войн где так четко разделялась бы добро и зло вот всегда есть какие-то нюансы всегда какие-то нюансы есть там или и в корейской войне там были какие-то проблемы там нельзя сказать что вот прям прям вот совсем значит полюса очевидны были его вьетнамской войне и значит ну в афганских войнах и когда воевал советский союз и когда воевали соединенные штаты америки ну тоже в общем да безусловно там целом можно было сказать вот здесь концентрация больше добра здесь больше концентрация зла но вот такого четкого размежевания когда с одной стороны только одна страна чисто светлая а вторая чисто черная вот российская вот это вот российская агрессия здесь невозможно привести ни одного аргумента в пользу вот этой российской агрессии она абсолютно она не нужна прежде всего самой россии то есть это проявилось совершенно очевидно потому что на самом деле не на сегодняшний момент в россии хуже стало всем но может быть за исключением пропагандистом которые которые которым в три раза увеличили бюджет и значит ну вот а так хуже стало точно всем и поэтому эта война конечно это чудовищное я не говорю что чудовищное преступление безусловно чудовищное международное преступление это еще и чудовищная ошибка ошибка лично путина понятно что решение об этой войне принял он никто другой в общем то и мы видели это знаменитое заседание совета безопасности когда в общем то все мялись жалясь не знали как правило отведениями это совет безопасности россии когда накануне войны все никак не могли понять как им правильно ответить на вопрос путина они просто не понимали зачем это все делается ну вот поэтому это решение путинское это личное преступление путина который он вовлек сейчас уже преступников очень много фактически все кто выступает за войну является преступниками но изначально это его это его вот вздорный каприз значит порожденный его безумие вот такие вот итоги итоги понятные очевидные россия будет конечно сейчас конечно страдает больше украина по понятным причинам на ее территории идет война но в дальнейшем конечно очевидно что перспективы украины трудные но достаточно можно оптимистично на них смотреть потому что план маршала уже фактически готовится по отношению к украине что касается россии то это будет очень тяжелое время придется очень долго из этого вылезать и я думаю что в нынешних границах после войны россии не сохранится это будет серьезно серьезная встряска для всего мира я думаю что мир очень серьезно будет изменен мировая конструкция мировой безопасности будет очень серьезно изменена после этой войны игорь александр вот еще ведь есть одна деталь которую я бы хотел с вами обсудить это ну поистине чудовищная по своему накалу боевая пропаганда которая льется 24 часа в ссылке из каждого утюга 7 дней в неделю в россии и вот вы несколько дней назад сказали что согласно замерам потребление вот этого вот продукта упала в россии на 25 процентов правильно ли я понимаю что так сказать россияне начинают выходить из-под влияния вот это останкинской иглы или пока рано делать вы знаете во первых сразу возникает вопрос кто это мерил и стоит ли доверять этим исследованием да действительно в россии опросная социология как любом тоталитарном фашистском государстве она не работает она невозможна но в данном случае я хорошо знаю компанию которая проводила это исследование это исследовательская компания рамир который во-первых не пользую но она естественно пользуется опросной социологии она является единственным представителем gallop international в россии просто достаточно авторитетная компания но главное это то что ее исследование проводится не только методом опроса по главным образом с помощью пиплометров то есть это прибор который просто стоит около подключен к телевизору просто фиксирует смотрит не смотрит если смотрит только какой канал все то есть ничего личного это просто вот электричество на то есть просто счетчик поэтому этим исследованием безусловно можно доверять значит причина очень простая действительно произошло следующее в три раза было увеличено финансирование вот этих пропагандистских каналов но в результате для того чтобы действительно создать вот этот режим круглосуточной пропаганды убрали с федеральных каналов развлекательной передачи и ну в какой-то степени попытались сделать вот эти вот ток-шоу ненависти развлекательным потому что там постоянно какие-то шуты гороховые там кривляется соловьев он просто орет он воет он так сказать прыгает он катается по полу и так далее то есть изображает из себя великого артиста значит появляются чудовищные совершенно фрики такие как журавлев который постоянно возмущается что ему не дают изнасиловать черепаху ну и так далее то есть это люди которые просто ругаются матом там кривляются значит плюются и так далее то есть это они пытаются таким образом развлекать и но явно они не могут конкурировать с традиционными развлечениями которым которым привыкла на российский глубинный народ который смотрит телевизор то есть вместо то есть соловьев не может вытеснить и заменить скажем петросяна например да я сейчас не оцениваю юмор петросяна он так сказать очень специфический но тем не менее соловьев не может его заменить там журавлев не может заменить там каких-нибудь новых русских бабок это еще одна замечательная передача юмористическая вот ну я честно говоря не очень понимаю где там смеяться каком-то месте но глубинный народ знает он этот юмор ценит и вот эти развлечения в виде каких-то сумасшедших безумцев политических они не заменили для значительной части глубинного народа российского это оказалось недостаточно недостаточно смешно недостаточно весело люди хотят отдыхать люди хотят развлекаться им это не дают и поэтому на 25 процентов сократилось то есть на самом деле это но это безусловно подрыв это серьезная история потому что у путинского режима он опирается на две ноги одна нога это силовики которые сейчас достаточно успешно утилизируется на территории украины этим занимается украинская армия а вторая нога это пропаганда и вот эта нога тоже начинает как-то подламываться это в общем такой ну это безусловно пока еще не приводит к коренному перелому в настроениях россиян но симптом очевидный и скорее всего это необратимо и вы считаете что вот как это будет иметь какие-то последствия в дальнейшем или если условно петросяна условных новых русских бабок условная комедий клапа снова включат то все вернется на круги своя как вы считаете знаете я думаю что здесь ну давайте по пункту во первых я пока не считаю что это все носит какой-то вот переломный характер я думаю что какое-то прозрение россиян от этого всего не наступит на самом деле то что сейчас происходит это переход значительной часть то есть россияне перестают верить ну часть россиян которые верили перестают верить российской пропаганде но это совершенно не значит что они начинают верить альтернативным источникам они скорее вот этот человек путинский который сформировался он очень сильно отличается от человека советского который до этого формировался значит он сейчас включает от человек путинский включает такой режим по мы неверующего и такой режим чумана в оба ваши дома то есть он просто закрывает глаза никому не верю ничего не знаю и знать не хочу это позиция становится все более более распространенной значит перелом в настроениях будет происходить не в зависимости от контента телевизора а в зависимости от тех поражений которые будут наносить украинская армия вот если украинская армия к чем в общем долго идет уже разговора например скажем получит достаточно вооружение сможет освободить херсон то это то поражение которое в общем довольно сложно будет как-то объяснить и скрыть то есть уже значительная часть людей то есть будет включен уже режим акела промахнулся то есть здесь и силовики могут начать бунтовать и в обывательских настроениях все больше будет проявляться так сказать а что это вообще происходит значит тут вроде как мы спецоперацию какую-то проводим а выясняется что так нас ведь бил то есть это совсем другая история вроде киев за три дня собирались взять ну ладно то что шойгу сейчас сказал о том что значит вот эта спецоперация идет так медленно потому что мы значит мы там бережем жизни при том что на сегодняшний момент уже десятки тысяч людей погибли в этой в этой спецоперации вот теперь шойгу решил беречь жизни поэтому происходит то что происходит а происходит очень понятная вещь спецоперация стоит за последние несколько недель российской армии не продвинулась фактически никуда нигде то есть на самом деле происходит такая вот стратегическая война это поставлен на паузу или там спецоперации как они любят говорить поставлен на паузу это причем с наступлением холодов зимнего периода какие-то наступательные действия будут делать значительно сложнее поэтому понятно что война приходит в такой затяжной характер если не случится какого-то черного лебедя то в принципе мы получим очень затяжную войну которая выйдет за пределы 2022 года и дальше начнется соревнование ресурсов кого больше за украиной стоит ресурсы современного всего всего западного мира всего нато ну это примерно я сейчас не хочу точную цифру но порядка на 30 раз больше вот совокупные ресурсы запада они в 30 раз больше чем ресурсы россии это по самым скромным матч подсчетам по ввп там по значит бюджетам и так далее то есть на самом деле ну соревноваться с украины с украины можно а вот западом нет а запад твердо решил поддерживать украину это это безальтернативно здесь ни на что надеяться уже нельзя поэтому ясно что вот такую затяжную войну конечно россии проиграет это 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 очевидно она быстрое окончание войны у россии сегодня нет нет никаких шансов давайте премьем зона добрый день вот только что появилось сообщение путин издал указ о наборе 137 тысяч новых людей в армию значит причем говорится что не объявлены ни ради чего он это делает ни откуда он будет брать этих людей вот вопрос как вы думаете откуда он будет брать этих людей красиво и санчев вы или я начнем как смотрите как вам удобно ну давайте я скажу значит во первых давайте так 130 тысяч это 10 процентов от того что есть сейчас то есть это не очень много с другой стороны сейчас идет скрытая мобилизация уже сейчас была информация о том что евгений пригожин владельца чвк вагнера известный как повар путина он уже практически открыто набирает людей имеющих судимость по российским пенитенциарным учреждениям далее сейчас из санкт-петербурга приходит информация из моего родного саратова приходит информация что прошу прощения что людей молодых людей имеется ввиду подлавливают уговаривать их идти на контракт в ректоратах ну или социально неблагополучных людей фактически их шантажируют соответственно в данной ситуации просто увеличивается план для военкоматов цель понятно цель это нужно пушечное мясо уже на сегодняшний день только по данным украинского генштаба свыше 45 тысяч двухсотых так называемых потеряла российская армия по данным министерства обороны великобритании порядка 80 тысяч почему такая разница потому что украинцы публикуют только идентифицированы так сказать тела британцы опираются на статистику потому что есть и не идентифицированные тела вот как-то играется знаете здесь есть много проблем дело в том что первое это война не это не рукопашная это не артиллерийская дуэль и на сегодняшний момент у россии есть очень большое превосходство в артиллерии в авиации но украина получает новейшее вооружение и вот эти вот даже 16 хаймерсов они наводят очень серьезный шорох так сказать в российских в российских тылах то есть это очень эффективное оружие которое полностью в артиллерийской дуэль перебивает российские артиллерию это самое главное значит что касалии в дальнейшем очевидно что запад будет наращивать поставку современного оружия компенсировать это большим количеством на неквалифицированной военной силы то есть это люди которые которых набирают просто насильно они не мотивированы их насильно забирают или там забирают за деньги они не мотивированы и они не являются профессиональными военными то есть это очень большая проблема вторая проблема она заключается в том что российская армия вторжения она очень разношерстная и ее отдельные сегменты они не любят друг друга и это проявляется уже уже наглядно проявляется в том шлем столкновения то есть там есть контрактники которые получают вою за ощутимые деньги есть просто призывники которых бросают просто так на убой и который очевидно видит что рядом воюет человек который воюет за деньги а этот воюет просто так значит есть кадыровская гвардия которые не принимают участие в основном боевых действиях выступают в качестве заград отрядов то есть стреляет в спину своим и уже были случаи конфликтов в том числе перестрелок с как между кадыровцами и другими частями есть там значит человек а вагнера которые у которых тоже отношения с войсками министерства обороны достаточно напряженные ну и наконец есть вот это вот вот эти боевые структуры бандформирования днр и лнр которые как выяснилось неожиданно друг друга не любят то есть когда возникла ситуация что лнр-овцам было поручено начать оккупацию донецкой области нашего луганской области она практически вся оккупирована а донецкая не это вот было предложено был дан приказ значит вот этим луганским бандитам помогать донецким бандитам в оккупации донецкой области они отказались они сказали извините это не нашу область мы вообще ни при чем то есть на самом деле вот это очень сильно затрудняет конечно общее командование тем более что в общем очень общее командование осуществляется достаточно бездарно но достаточно вспомнить совершенно безумное начало войны когда по девяти направлениям на огромной территории российская армия начала вторжение но сравнительно небольшими силами силами которые совершенно не сопоставимы с задачами оккупации такой огромной территории украины все таки самая большая европейская страна ну не считая россии естественно но вот за вычетом россии самая большая европейская страна и конечно оккупировать такую страну это ну надо я не знаю миллионов десять армии иметь для того чтобы контролировать не просто захватить а еще и удерживать ее то есть это совершенно очевидно вот эта мера она приведет только просто к большому количеству с увеличением к увеличению грузов 200 причем более-менее очевидно что сейчас трогать не только значит малые города не только так сказать депрессивные регионы будут пытаться тронуть москву питера это придет конечно другому совершенно резонанс понятно спасибо позвольте я приму давайте добрый день добрый день господа у меня вопрос имеющий какое-то отношение к этому тоже вот кричат бандеровцы бандеровцы а чем бандера хуже арафата или того же среди кастрова только одних называют освободительным движением а бандеру называют бандитом вы можете как-нибудь это дело объяснить спасибо могу на самом деле здесь очень простая история дело в том что бандера как и это безусловно националист и на самом деле то что происходит в украине сегодня это в основном национально освободительное движение то есть это национально освободительное движение я не знаю ни одного вот в истории человечества национально освободительное движение которое бы обходилось без национализм но ни одного это невозможно значит поэтому естественно Националисты мало кому нравятся за пределами тех стран, в которых они ведут эту национально-освободительную борьбу. Поэтому для значительной части, не для всех, но для значительной части украинцев Бандера герой. Для поляков Бандера террорист. Для сегодняшней российской власти Бандера террорист, хотя его ошибочно называют предателем, хотя предатель это человек, который кому-то присягал. Бандера никогда советской власти не присягал, он с ней боролся всю жизнь. Поэтому это вот такая история. Это совершенно очевидная вещь. Бандера боролся, когда Гитлер его посадил в концлагерь, было очевидно, что Бандера никакой не прислужник Гитлера. Он сидел в концлагере практически весь период Второй мировой войны, которая велась на территории Советского Союза. Я совершенно не являюсь поклонником Бандера, потому что он действительно был националистом. Он убивал по национальному признаку и поляков, и евреев. И безусловно, это вообще не может вызывать сочувствие у людей, которые находятся извне вот этой национальной освободительной борьбы. Ну, я прекрасно понимаю. Вообще, понимаете, героев у нас, например, героем считается в российской истории, например, Суворов. Ну, скажите об этом, так сказать, европейцам, у которых Суворов это кровавый маньяк. Или скажите это, допустим, жителям Центральной Азии, где Суворов тоже наследил достаточно кровавого. Ну, это, да, а здесь вот он национальный герой. Ну, что еще можно сказать? И сейчас вот, когда на самом деле в той же стране Балтии сверга уничтожают памятники советским солдатам, для людей, которые воспитаны в традициях наших школьных учебников, это святотатство. А для них это вот такая вот история, что это на самом деле оккупанты, которые уничтожали государственность этих республик, которые уничтожали интеллигенцию. Так что у каждой страны свои герои, и нечего соваться со своими мерками вот в этот иконостас другой страны. Кстати говоря, есть проблема серьезная. Дело в том, что о Бандере я не читал. Я когда стал разбираться, я выяснил, что вот тексты самого Бандеры, они на русском языке отсутствуют вообще. То есть сами его, он же писал, он же был публицистом, он писал много. И его тексты, они только на украинском языке. И их надо просто, для того, чтобы прочитать, их надо просто переводить. Так что и биография Бандеры, она существует в двух вариантах. Либо в варианте советском, где говорится, что это кровавая маньяка, преступника, прислужник Гитлера. Либо абсолютно обеляющим, односторонним тоже украинском языке. Объективной биографии Бандеры я, например, ни разу не встречал. Так что это достаточно вот такая фигура, но с моей точки зрения очевидная. Это националист, который являлся одним из лидеров национально-освободительного движения Украины. С вашего позволения, Игорь Александрович, я немножко дополню. Дело в том, что миф о Бандере, он был исключительно... Его авторы сидели на Лубянке. Этот миф был создан в недрах НКВД только по одной причине. Что Бандера, он сражался как против коричневой чумы, так и против красной чумы. Игорь Александрович совершенно правильно сказал, что с 1941 по 1944 год Степан Бандера сидел в концлагере Заксенхаузен именно за отказ сотрудничать с Гитлером. Но что помогло чекистам создать миф о Бандере? Помогло то, что было две организации ОУН. ОУН Бандеровский и ОУН Мельниковцы. Вот в основном зверствами и расстрелами по национальному признаку занимались мельниковцы. А я напомню, что первым заместителем Бандеры был Лев, который носил фамилию Токеребет. И, собственно говоря, знаменитое воинское приветствие «Слава Украине! Героям слава!» В первом варианте было «Слава Украине! Отзыв Иисусу слава!» Кто возмутился? Возмутились евреи и мусульмане, которые воевали в отрядах украинских националистов против той самой красной чумы и заодно и коричневой чумы. Они возмутились, говорят, Андреевич, Степан Андреевич Бандера, как-то нехорошо, мы в Иисуса не верим. Он замечание понял. И вот это было переделано из Иисусу слава в героям слава, то есть такое нейтральное. Теперь в отношении Арафата. Ясер Арафата и палестинское движение было создано в 1964 году именно в недрах Лубянки. Это продукт КГБ в чистом виде для борьбы с таки ненавистным Израилем. Это, как говорится, известная история. И именно за это ненавидели Бандеру в Кремле, на Лубянке, за то, что он был неуправляемый. Именно за это и он, и Лев Рэббет были убиты агентом КГБ Сташинским. Именно Игорь Александрович правильно совершенно сказал, что Бандера принципиально ничего не писал на русском языке, хотя русским языком гладил свободно. Это действительно было так. Вот, собственно говоря, в чем разница. И, кстати, уже завершая, никаким антисемитом именно Степан Андреевич Бандера не был. Это сказки. И, к сожалению, я вынужден признать, что пропаганда, она действительно слепила из Бандера монстра. Это правда. Она действительно из него слепила монстра. Это было. Как-то вот так. Игорь Александрович, теперь у меня к вам вопрос, пока нет звонков, вопрос, связанный вот с этим, я даже затрудняюсь сказать, что это было, вот с этим взрывом дочери Александра Дугина Дарьи. И там я не хочу сейчас акцентировать внимание на нестыковке, на то, что после такого взрыва она, покойница, была как живая, что Дугин улыбался на похоронах. Не в этом дело. Меня другой вопрос интересует. Я вот не могу отделаться от ощущения, вот какая-то у меня странная ассоциация, что вот это, то, что сейчас вытворяют по отношению к Дарьи Дугиной, это Хорст Вессель 2.0. То же там было же. То ли его коммунисты убили, то ли он пьяный, драки погиб. Все забыли. Но гимн НСДАП это Хорст Вессель. 18-я, дай бог памяти, механизированная дивизия СС, Хорст Вессель. Вот вам не кажется, что это действительно из нее лепят, ну, по полной аналогии. Как вы считаете? Ну, действительно, это убийство, этот теракт, он очень напоминает многие исторические аналоги. В частности, многие вспоминают и то, что происходило по поводу, значит, убийства Кирова. Ну, правда, фигуры несоизмеримые совершенно, да. То есть, немножко смешно сравнивать Дарью Платонову и дочь Дугина, да и самого Дугина. Ну, в основном, сразу появился, так сказать, тут же в прессе появилось, что да, это все Украина, это украинцы. Представить себе, что в Украине кто-то вообще знал о существовании Дарьи Платоновой, дочери Дугина, да и о существовании Дугина тоже мало кто знал. Потому что фигура эта абсолютно мифическая, это я имею в виду Дугин. Это человек, с которым я, к сожалению, так сказать, довольно, я лично не знаком с ним, бог миловал, но в стенах одного вуза мы преподавали вместе и довольно долго. К сожалению, вот зачем-то его приглашали разлагать души студентов. Но это человек очень маленький с точки зрения влияния. Ну, во-первых, справедливости ради надо сказать, что слух о том, что он является родоначальником русского фашизма, но это полный вред, потому что по этому поводу надо было бы очень обидеться потомкам Ивана Александровича Ильина, который действительно является одним из основателей русского фашизма, еще в 1927 году написал статью о русском фашизме и с восторгом принял приход Гитлера. Ну, вот Иван Александрович Ильин, это действительно один из основателей, по праву он считается. Ну, там до него были всякие, но это вот такой вот теоретик, это мыслитель, который обосновывал русский фашизм, объяснял, чем он должен отличаться от германского национал-социализма. Вот это действительно серьезный человек. А Дугин, это, в общем, такой, ну, не скажу, что совсем пустозвон, но такое очень поверхностное явление, которое не имело никогда такого влияния политического и слухи о том, что это там чуть ли не серый кардинал, который, значит, руководит действиями Кремля, это полная чушь, конечно. Никто его в Кремле не принимал, никто его не воспринимал всерьез, и в телевизор его особенно не приглашали, потому что, ну, он недостаточно веселый. Это не Кургинян, который может держать аудиторию, или там не какой-нибудь Яков Кедми, который, так сказать, может развлекать своими безумными высказываниями и так далее. Ну, в общем, это неинтересно, поэтому вы мало приглашали. Это абсолютно невозможная цель для, так сказать, для каких-то спецструктур Украины или Запада. Абсолютно невозможная. Поэтому ясно, что это свои. Для чего? Тем более, что уж разглядеть Дарью Платонову, дочь Дугина, вообще невозможный микроскоп. Эта фигура, ну, крайне мелкая, и непонятно, зачем ее. Есть единственная цель, это вот выбрали, значит, либо, ну, скорее всего, это все-таки такая сакральная жертва, как любит Путин говорит, для того, чтобы мотивировать дальнейшее, взять ее на знамя, мотивировать дальнейшее, так сказать, ужесточение, там, операции, ударов по мирному населению, взятие заложников, уничтожение их и так далее. Вот сейчас идет, предстоит суд над защитниками Азов-Стали. Ну, и защитниками над батальоном Азов. И, ну, предстоит действительно, это создаются клетки какие-то, публичная, то есть средневековая совершенно обстановка происходит в ДНР, там, где будут судить этих людей. И, в общем, готовится вот такое судилище. Я думаю, что это все, скорее всего, организовано той же самой конторой, о которой мы сегодня несколько раз упомянули, для того, чтобы, ну, кроме всего прочего, технические возможности, там, ну, обвинение этой гражданки Украины, которая с кошкой и с дочерью приехала из Украины, ну, конечно, кошка это самый главный инструмент для организации взрывного дела. Такой известный специалист минер, ну, и дочка тоже здесь, конечно. Двенадцать лет ей дочь. Да, ну, тридцать лет это действительно вполне может быть. Вот, и, ну, и человек совершенно спокойно по украинскому паспорту въезжает в Россию, выезжает из России. То есть все, пожалуйста, проходите. Значит, вы шпион КСБУ, ну, пожалуйста, проходите вам сюда. Вам, пожалуйста, в Эстонию. Значит, ну, это бред вообще силы и кобылы. То есть, причем это, ну, понимаете, ну, любому человеку понятно, что это абсолютно ахинея. Ну, примерно так же, как было организовано, значит, дело привязали в свое время к убийству Кирова, Зиновьева и Каменева для того, чтобы с ними расправиться. Ну, где Зиновьев Каменев, где убийца Кирова? Ну, понятно. Ну, это вот как раз в духе, то есть скатываются действительно там в тридцатые годы. Что же касается реальных последствий, то да, я думаю, что это будет дальнейшее разжигание истерики, дальнейшее, ну, вот, понимаете, обстановка в России становится просто чудовищной, потому что вот есть информация Роскомнадзора, которая обнародована, что за период вот этого полугодия россияне написали, если не ошибаюсь, порядка 140 тысяч доносов по поводу военных фейков. То есть доносят... 146 тысяч доносов, если быть точно. Да, ну, 146 там с чем-то еще, с какими копейками. Вот, значит, это, ну, фантастическая цифра. Да, это не 4 миллиона, которые, по словам Довлатова, написали советские люди за период. Но здесь же полгода только прошло, все еще впереди. Так что я думаю, что вообще сгущение вот этой фашистской туманности, ее кристаллизация, она происходит на глазах. Она на глазах происходит. И я полагаю, что все сейчас зависит от вооружения украинской армии, от того, как скоро она уничтожит, перемелит российскую армию вторжения, потому что, на самом деле, это сгущение фашистской туманности, оно может привести к тому, что, так сказать, в России действительно нарастание безумия приведет к серьезной катастрофе. Это реально. Ее пока еще можно избежать. Но для этого нужно, чтобы Украина не очень затягивала победу. А это зависит исключительно от Запада, в том числе от Соединенных Штатов Америки. Игорь Александрович, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения журналиста, социолога, политика, медиакритика Игоря Александровича Яковенко. Но я также напоминаю и другое. Выводы делать только вам. До встречи, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok